Мы с вами начинаем увлекательное путешествие в мир логических ошибок. Но прежде чем отправиться в путь, нужно выяснить, что же такое логические ошибки и чем они отличаются, скажем, от фактических ошибок. Логической ошибкой называют такое рассуждение, при котором вывод не следует из исходных посылок. Причем и посылки, и сам вывод могут быть как истинными, так и ложными. Это в данном случае вообще не принципиально. Понятие логической ошибки указывает не на истинность или ложность суждений, а на нарушение логической связанности между ними. К примеру, рассмотрим такое умозаключение. Первая посылка – все минералы крылатые. Вторая посылка – категорошек минерал. Вывод – следовательно, категорошек крылатых. Логически оно безошибочно. Хотя фактическая истинность и посылок, и вывода сомнительна, и именно такой вывод непосредственно следует из этих предпосылок. Так что в данном случае мы имеем дело с фактическими ошибками, но никак не с логической ошибкой. С другой стороны, в рассуждении «жизнь, свобода и стремление к счастью – суть неотъемлемой права человека», всякий человек грешен, следовательно, все люди – братья, допущена логическая ошибка. Хотя и обе посылки, и вывод в определенном смысле истинны, данный вывод из данных посылок не следует. Различают формальные и неформальные логические ошибки. Формальные логические ошибки являются результатом нарушения законов логики, правил определения деления понятий, правил построения суждений, правил умозаключения. Принципы формальной логики заслуживают особого изучения. Для этого хочется посоветовать книгу «Основы логики, пособие для верующих и неверующих». В ней увлекательно и доступно излагаются принципы логики на библейских примерах. Мы же рассмотрим лишь несколько наиболее характерных разновидностей формальных ошибок, после чего обратимся к сфере неформальных логических ошибок. Субтитры создавал DimaTorzok